Заложники бюрократов. В Черкассах почти 300 человек не могут вселиться в свои квартиры в новые высотки. Высотки из-за недоразумения между застройщиком и контролирующими органами. И уже два года дом не могут сдать в эксплуатацию. Как выбраться из этих тисков, выяснял Станислав Кухарчук. Котел стоит. Всё, разводка полностью сделана. Только подключай, запускай в систему газа и будет греть квартиру. В эту новенькую однушку сын Натальи с невесткой должны были заселиться ещё два года назад. По крайней мере, так указано в договоре с заключённым с застройщиками. В квартиру семья вложила все свои сбережения. 312 тысяч гривен. Но до сих пор документов на право собственности не получили. Чтобы оформлять квартиру, нам должен быть акт приёма-передачи. У нас этого акта нет. В такой ситуации оказались все инвесторы в этом доме. 270 человек. Оказалось, застройщик никак не может сдать дом в эксплуатацию. Областная архитектурно-строительная инспекция нашла несоответствие в разрешительных документах. Люди удивляются. На стадии проекта никаких претензий у инспекторов не было. Речь идёт о так называемом согласовании градостроительных условий. В областной инспекции распорядились его аннулировать. Представители фирмы по телефону нам сообщили, строительство велось под их контролем. И почему документы отменили, не понимают. Мы пошли на одну проверку ДАВИ. То есть, ну, были у нас зауважения. Мы платили штрафные санкции. Мы выполнили свои запорядки, которые нам прописывали, что делать. То есть, в этом проблем у нас не было. В инспекции объясняют, аннулировали градостроительные условия, потому что фирма получила два разных согласования на один и тот же объект. Они не брали местобудивные условия на весь комплекс. Они взяли на частину, а потом взяли снова на частину, что законодательством не допускается. Ответственность за неправильно оформленные документы несёт исключительно застройщик, говорят в областной инспекции. А вот в городском управлении архитектуры считают, что документацию можно исправить. И это порушение формы является основой для скасования. То, может, дайте мне три дня, и я перераблю. Так, может быть, правильнейший будет. Сейчас управление архитектуры пытается обжаловать решение областной инспекции в суде. А пока идут судебные разбирательства, жильцам остаётся ждать окончания эпопеи, которая может затянуться не на один год. Станислав Кухачук, Тал Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы.